Чебурашка, зачем ты сделал столько много бумажных самолетиков и корабликов? А что же еще делать со старыми газетами и журналами? Вон их у меня сколько! Я сейчас еще больше сделаю самолетиков и корабликов! Это же так весело играть! Чебурашка, я предлагаю посмотреть сказку, из которой ты узнаешь, что же нужно делать со старыми газетами, журналами и с любой другой ненужной бумагой. Жил-был в лесу столетний дуб, большой, красивый, сильный. Все звери его любили, и дуб любил зверей. Все находили кров и пищу под его кроной. Целая семья белок жила в дубле и хранила свои запасы. Сова нашла себе здесь кров. Вороны прилетали к дубу и находили ночлег в его густой кроне. Красавец дятел прилетал к дубу и любил постучать по его стволу и очистить его от вредителей. Дуб своей густой кроной оберегал маленьких птичек, которые делали себе гнезда на его ветках. Под дубом был большой муравейник, и трудолюбивые муравьи радовали дерево. Вырастали желуди, их было очень много, поэтому дикие кабаны приходили сюда полакомиться. Белки тут же делали себе запасы. Приходил в развалочку медведь и любил, спасаясь под кроной от жаркого солнца. Пощелкаешь в желуди. Дятел любил посидеть на ветке, отдохнуть от своих лечебных забот. И закусить желудями. Маленькие мышки тоже пробовали вкусные желуди. Осенью с дуба опадало много литвы. И веселый колючий ежик делал в ней себе убежище на зиму. Под корой дуб дал убежище разным жукам и красавицам-бабочкам. Неподалеку от дуба устраивал перлогу и мишка. Всем хватало пищи, всем давал кровь и защищал могучий дуб. Ничего не менялось целых сто лет. Всем было хорошо. И вдруг пришли люди и захотели спилить дуб, чтобы сделать из него бумагу. Все звери, птицы и насекомые собрались по дубам и начали думать, думать. Что же делать? Как спасти дерево? Каждый что-то говорил. Все шумели и кричали, но что делать не знали. И тут мудрая соба сказала. Послушайте меня, я знаю, что делать. Я слышала, что бумагу делают не только из деревьев, но и из макулатуры. Чтобы спасти одно дерево, нужно собрать сто килограмм макулатуры. А что такое макулатура? Закричали звери. Макулатура – это разная старая бумага, картон, журналы, тетради, книги, ответила сова. Тогда чего ж мы ждем? Прокричали звери. И помчали собирать макулатуру. Каждый тянул, что мог. Медведь принес белую огромную коробку с журналами. Вороны принесли листы от тетрадок. И даже маленькие муравьишки притянули оберки от конфет. Все искали макулатуру в разных местах. По лесу, на пушках, даже к датю подходили. И насобирали сто килограмм. Уставшие, но радостные отдали макулатуру людям. И те ушли. Так и остался дуб. И дальше радовать всех. Победила дружба и взаимопомощь. А вывод из сказки прост. Люди, собирайте и сдавайте макулатуру. Сто килограмм макулатуры спасает жизнь одного дерева. Тысячу килограмм – десяти деревьев. Знаете, все вместе мы можем спасти целый лес на планете. Чебурашка, скажи, о чем сказка, которую ты сейчас слушал? Это сказка о дружбе. О том, что нужно беречь деревья, леса и природу. О том, что нужно собирать макулатуру, чтобы сохранить деревья. А что такое макулатура? Макулатура – это старые газеты, журналы, старые книги, картон, коробки, обертки, упаковки. А для чего нужно беречь деревья, лес? Лес – это жилище многих животных. Лес задерживает влагу, не дает ей испаряться очень быстро. Лес является хорошим укрытием от ветров. Растения вообще пополняют запас кислорода. Лес – это просто красиво. Лес – это место отдыха. Лес – это наша еда. Грибы, ягоды, орехи. Лес – это лечение. Чистый воздух, лекарственное растение. А что мы можем сделать, чтобы сберечь лес? Сажать деревья. Построить скворечник, синичник. Повесить и своевременно наполнять кормушку, поилку для птиц. Сортировать мусор. Раздавать и продавать ненужные вещи, уменьшая количество мусора. Пустую пластиковую упаковку, остатки ткани и прочее пускать на поделки. В походе ходить только по тропам. Не повреждать и не рвать без нужды растения, не ломать ветки. Не шуметь, не включать громкую музыку. Не трогать птиц, насекомых. Не оставлять надписи на камнях и прочих природных объектах. Для разведения костра использовать старое кострище. Ненужный костер затушить и засыпать землей. Не разводить костры там, где это запрещено. Не использовать на природе бытовую химию. Закапывать органические отходы. После отдыха на природе забирать с собой мусор. Молодец, Чебурашка! Теперь ты знаешь, что такое макулатура и зачем ее нужно собирать.